Владимир Владимирович, я еще не заслужил аплодисмента, а уже приятно. Коллеги, значит, я уже всем рассказал, как вчера в пол-одиннадцатого вечера, готовя второй доклад по хронической сердечной недостаточности, с ужасом обнаружил, что первый доклад по артериальной гипертензии заместился вторым. Ага, есть еще, да я как раз и рассказываю про эти ужасные события. И я понял, что в момент подготовки я просто под именем артериальной гипертензии сохранил хроническую сердечную недостаточность. И, ну, что делать, а это первый доклад, надо как-то выходить из положения. Я позвонил как минимум трем айтишникам. Они сказали, если ты был не в облаке, значит, сразу, коллеги, если что-то готовите, лучше будьте в облаке, сразу предупреждаю. То, значит, ты уже ничего не можешь достать. Артериальная гипертензия погибла безвозвратно, сделай ее заново. Это уже один час вечера, конечно, я готов всегда готовиться постоянно. И вы знаете, один из очень старых айтишников говорит, давай мы зайдем с тобой вот там как-то через гугл, одно, второе, третье, пятое, десятое, и мы вытащили одну из версий артериальной гипертензии. Я надеюсь, что она не безвозвратно была, в общем-то, утрачена и испорчена. Я ее подправил, закончил не так рано, как хотелось бы. И вот с удовольствием вам предоставляю эту достаточно избитую, как мы вот с Александром Генневичем Филипповым обсуждали, одним из наших докладчиков, тему артериальной гипертензии. И Александр Генневич Филиппов, он совсем недавно, недавно эту тему уже тоже анонсировал. И надо сказать, что в артериальной гипертензии вроде бы ничего такого особенного не происходит. Но есть нюансы, которые нацеливают нас на всегда тщательное отношение именно к этой нозологической форме. Почему? Потому что, как мы с вами все будем говорить, и Виктор Савельевич будет говорить про дислепидемию без артериальной гипертензии, редко можно себе представить атеросклеротическое событие. Сердечную недостаточность я буду докладывать одним из компонентов нашей сегодняшней встречи. Редко можно себе представить сердечную недостаточность без предшествующей артериальной гипертензии, а сердечную недостаточность с охранной фракцией выброса, которую я как раз сегодня взялся осветить, и вообще достаточно тяжело себе представить. Если готова моя презентация, то я готов, ее еще одну минуту у меня просят, поэтому я могу говорить бесконечно, без слайда. Так вот, та хроническая сердечная недостаточность, которая с охранной фракцией выброса, Это формально событие, которое получается из артериальной гипертензии. В большинстве своем. В большинстве это сахардиабет и артериальная гипертензия. Два основных атрибута вот этой самой сердечно-достаточной сохранной фракции выброса. Когда в 2000 году я посчитал на 700 человеках выборки, которые я подбирал в докторскую диссертацию по сердечно-достаточности, а как это вообще смотрится с точки зрения фракции выброса функционального класса, я с удивлением обнаружил, что 7% больных, представляющих и предъявляющих симптомы сердечно-достаточности, имеют нормальную фракцию выброса. Это был 2000 год. Нормальная фракция выброса. Я с удивлением это обнаружил. Где-то 7, где-то 12. Через 5 лет начали говорить о 18% сердечно-достаточной сохранной фракции выброса. А потом и больше именно в связи с тем, что артериальная гипертензия, сахарный диабет, фибротизирующие всякие компоненты, они приносят очень неблагоприятный вклад в формирование фиброза, кардиосклероза, который незаметно протекает. Ну и уж говоря о старении сердца, Александр Евгеньевич Филиппов будет один из докладов сегодня делать, старение сердца и сосудов. Молодых это в меньшей степени, наверное, сегодня затрагивает. А те, кто постарше, беспокоятся об этом процессе, на который у нас нет формально ни одного препарата. Нет ни одного препарата. А вот Сергей Анатольевич Саган, я его часто цитирую, мы с Арктией Владимировичем присутствуем на его докладах довольно тоже регулярно. В прошлом году с трибуны Европейского и Российского кардиологического конгрессов заявил, что возраст является основным фактором риска сердечно-сосудистой патологии. Не гипертония, про которую я сейчас буду говорить, не дислепидемия, про которую Виктор Савельевич, не коронарные синдромы и так далее, а возраст является основным фактором. А теперь подумайте, пожалуйста, а какие у нас есть препараты для того, чтобы воздействовать на четкие симптомы и признаки и маркеры старения сердца и сосудов, которые сегодня очевидны. Вот если говорить, я все время пытаюсь заполнять паузу и в этой связи все жду, когда же на слайде первом появится, вот-вот обещают. Так вот, коллеги, на самом деле я задаю себе вопрос, можно ли отличить маркеры кардиоваскулярного риска и маркеры старения? И оказывается, можно. Если мы возьмем с вами диастолическую функцию сердца, то вы знаете сегодня, что от возраста к возрасту, независимо от наличия или отсутствия заболевания, она изменяется. И диастолическая дисфункция первого типа может встречаться без гипертонии, без всякой гипертонии, без ишемечки боли сердца, без перенесения инфаркта миокарда, без гипертрофии и другого ремоделирования. Это значит, что это возраст ассоциированный маркер. Второй маркер, на который Александр Евгеньевич Филиппов вчера буквально защищал из диссертации одним из наших кафедральных сотрудников, ассистент кафедры Азавыч, кафедры Труктаров Артур Марсович. Второй маркер это скорость распространения пульсовой волны и стоящая за ней жесткость сосудов. Я про нее тоже буду говорить в артериальной гипертонии. С одной стороны, мы с вами знаем, что это производное повышенное давление, а с другой стороны, она встречается и без давления. Второй маркер, третий маркер, те кто постарше помнят, мы науку делали на реоазографии. И там была так называемая аркообразная гривая, когда бета-волна подвигалась к альфа-волне и получалась такая арка вместо двух хороших пиков или двух хороших волн. Это третий маркер, который не ассоциирован с гипертонической болезнью. И получается, что есть маркеры старения, а есть маркеры болезни или маркеры кардиоваскулярного риска. И одним из маркеров кардиоваскулярного риска как раз является вот эта самая артериальная гипертензия. У нее есть много неприятных эпидемиологических компонентов, и один из них, мне кажется, приятным. Америка, наконец-то, тратит большое количество денег на оздоровление популяции. Это хорошо, тогда меньше денег уйдет в те процессы, которые нам вредны. И что неприятного, это, конечно, один из четырех мужчин и довольно много женщин болеют гипертонией. Формально гипертонией болеют очень много людей. Второе неприятное обстоятельство. 7,8 миллионов смертей в году, вот на 15-й год насчитали. Это большой город, миллионник, вымирает в мире из-за артериальной гипертензии. Надо лечить. И более того, причин смертности довольно много. Одна из них та, о которой Алексей Владимирович Панов будет говорить, это ишемичка боли сердца. Вторая это инсульт, ассоциированность гипертонии, дислепидемии, о которых Виктор Савельевич будет говорить. И так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, говоря о всемирной проблеме, нужно четко понимать, что да, гипертония это зло, с которым нужно бороться. И это зло в том числе касается Российской Федерации. Посмотрите, пожалуйста, на волну прироста и в возрастном диапазоне вот этой самой артериальной гипертензии. То есть, чем больше возраст, тем больше вероятность, что систолическая артериальная гипертензия настигает человека. Я в заключительной части покажу, уважаемые коллеги, насколько важно давление удержать в каком-то диапазоне какое-то количество времени, для того, чтобы вот тех инсультов, инфарктов, сердечной достаточки, о которых сегодня пойдет речь, чтобы было как можно меньше. Все, достаточно про актуальность. То есть, патофизиология. Вот тут есть новизна. И в актуальности, правда, была новизна. И в патофизиологии будет новизна. Коллеги, самое важное, что происходит сегодня в 2000-х и 2020-х годах с пониманием патогенеза артериальной гипертензии, это то, что не симпатическое и не ренин-ангетензиль, только лишь альдостероновые системы вносят свой ключевой вклад в формирование артериальной гипертензии. Все больше говорят о системе натриоуретических пептидов. Мозговой натриоуретический пептид, сердечно-натриоуретический пептид, концевой, так называемый, сосудный натриоуретический пептид. Как бы они ни назывались, коллеги, удивительно, всегда учишься, оказывается, что все, включая мозговой и концевой сосудистый, в основном вырабатываются, где бы вы думали, и предсердные в том числе, не в предсердиях и не в головном мозге, в левом желудочке, в миокарде левого желудочка. И они являются серьезными компонентами нарушения структуры и функции сердца и сосудов. И здесь ничего не надо запоминать. Как была пролиферация сосудистенки, медиантимальная гиперплазия и эндотеральная дисфункция, так она соотносится с натриуретическими пептидами в равной степени, как в соединенном гензино-дестеронном системе. Как была нарушенная структура и функция почек в виде ремоделирования почек, канальцы по-другому начинают работать, клубочки по-другому фильтруют мочу и так далее. Так же все происходит с этой системой. То есть все системы абсолютно синергично действуют на хорошо известные вам факторы патогенеза, артериальной гипертензии. И что в этом хорошего? В этом хорошего то, что мы это понимаем. А что плохого? А каждый новый путь патогенеза надо пересекать определенной таблеткой. И чем больше путей патогенеза мы открываем, тем больше нам нужно дать препаратов. И хорошо, если, например, в препарате Арни сочетается условно и вазодилатация, и, например, мочегонные эффекты. Вот если кто-то уже применял на своих пациентах 100-200 мг Арни при артериальной гипертензии по новому показанию, которое как раз прописано в инструкции, то вы наверняка отметили, что в сердечной недостаточности диуретического эффекта мало у Арни, а в артериальной гипертензии он появляется. Уважаемые коллеги, надо сказать, что вот это фиброзирование миокарда – это серьезный бич артериальной гипертензии. И оно может появиться, как и гипертрофия, задолго до формирования самой по себе гипертонии. Ричард Эверу в 90-х годах, французский кардиолог, описал несколько типов ремоделирования сердца, которые возникают у гипертоников детей до того, как у них развилась артериальная гипертензия. То есть формально тип ремоделирования сердца при гипертонии, он предуготовлен генетическим каким-то компонентом. У кого-то сердце диалатируется, и к этому нужно быть готовым, и он пойдет по пути сердечной натачки со снежной фракцией выброса, а у кого-то сердце гипертрофируется, и он пойдет по пути сердечной натачки с сохранной фракцией выброса. И то, и другое не очень хорошо. Сохранная, правда, казалось бы, меньше умирает, на самом деле не так все хорошо, как я вам покажу в одном из своих следующих докладов. Так вот, не курение, наверное, как манифицируемый, но очень тяжело манифицируемый, и не тенденция к снижению расчетной структуры фильтрации, и не только повышенная масса тела или метаболический синдром играют основные компоненты в контексте факторов риска неблагоприятных событий. Хотя, как вы понимаете, не только сам по себе факт артериальной гипертензии нужно обязательно учитывать в терапии, но и то, чем мы будем это делать, коллеги. И вот здесь, конечно, если мы говорим про повышенную массу тела, тогда это должны быть не липофильные ингибиторы АПФ, не липофильные бета-адреноблокаторы, для того, чтобы они не уходили в эту массу тела с точки зрения блокады бета-3 адренорецепторов и АПФ-рецептора, который там весь будет в жировой ткани. А сосудам, миокарду и почкам ничего не достанется. Если мы говорим про метаболический синдром, конечно, надо, это я хорошо уже известные вам факты довожу, надо избегать бета-адреноблокаторов, потому что они могут привести к дополнительной дисгликемии. Наверное, Виктор Савельевич будет говорить о том, что при метаболическом синдроме можно у предрасположенных риц позаботиться о том, о какой будет статин и будет ли он вообще, потому что в какой-то мере статиновая, профилактика и статиновая терапия могут спровоцировать дисгликемию в небольшой, но тем не менее это дорогого стоит, это еще один диагноз. Поэтому, уважаемые коллеги, назначая препараты, мы с вами должны задумываться о тех дополнительных коморбидных факторах риска при артериальной гипертензии, которые имеются. И в этой связи возникает не совсем даже популяционный подход, а в большей степени фенотипоориентированный подход. И фенотипов артериальной гипертензии много сегодня. И вам хорошо известный фенотип вторичного гиперальдостеронизма с гипокалиемией. Это фенотип, при котором мочегонных надо давать меньше, калия больше, и может быть даже ингибиторы сортаны будут здесь в приоритете. Коллеги, хорошо известные вам варианты ремоделирования, стоящие за артериальной гипертензией, в любом органе, который является органом-мишенью. И надо сказать, что вот эта энцефалопатия, я ее тоже на одном из слайдов обязательно вам покажу, потому что это сна вопроса. Это не просто контрибутор негативных исходов, да, или отражатель негативных исходов. Это фактор, который не позволяет пациенту правильно реагировать на свое артериальное давление. Он просто перестает правильно понимать ситуацию. И это как бы такой путь, который нужно обязательно пресекать. И вот эти три варианта ремоделирования, которые сегодня бытуют, сердце, сосуды, почки, наверное, сюда можно много чего еще добавить, уважаемые коллеги, потому что это определенный континуум от не совсем правильно корригируемых факторов риска. Если кто-то захочет, презентация есть, пожалуйста, заберите. И надо сказать, что вот это ремоделирование, ремоделирование, если оно произошло на структурном уровне, как можно уменьшить толщину миокарда левого желудочка? Это только в больших популяционных исследованиях мы с вами видим, что где-то там доля миллиметра или доля грамма на метр квадратный индекса массы миокарда ушла. Коллеги, а на самом деле это очень серьезный компонент. То, о чем Виктор Савельевич будет говорить, если бляшка появилась, дай бог, чтобы она была мягкая, с липидным ядром, с покрышкой, и мы могли бы надеяться на то, что она может иметь обратное развитие. А если бляшка уже, извините, да, выросла, кальцифицировалась, фиброзировалась, то она уже суживает просвет без надежд на расширение этого просвета. И на что я хотел обратить особое внимание? Вот на этот комплайнс. Вот, уважаемые коллеги, когда идет ударный выброс, ударный объем, то сосуды вообще-то должны его сдемпфировать, сдемпфировать. И тогда на периферическое, так скажем, русло нет такого гемодинамического удара. И в диастере давление снижается, снижается. А когда сосуд становится жестким, весь удар гемодинамический бьет по периферическому руслу. И Эдвард Локата в 2014 году показал, что это все возвращается к аорте, и возникает возвратная волна на 30%, на 30% гемодинамического объема перед каждой следующей систолой, извините за такое слово, да, присутствует дополнительный объем и дополнительное давление. И сердцу на последующей систоле нужно преодолеть это диастолическое давление. И оно от этого страдает. И Эдвард Локата назвал это wasted energy, напрасно потраченная энергия. Поэтому гипертоники чаще всего жалуются на слабость, утомляемость, пониженная рвотспособность. Почему? Да потому что каждое последующее сокращение это преодоление повышенного артериального давления. Это очень важное обстоятельство, уважаемые коллеги. И снижая давление, мы облегчаем работу сердца, а значим сохраняем энергию. Вот это очень важный компонент. Но не просто через давление, а в том числе через комплайн сосудов, а значит выбор препаратов должен быть такой, который ремоделирование сосудов предусматривает, по крайней мере. И вот эту артериальную жесткость уменьшает. Уменьшает. Бета-блокаторы не уменьшают артериальную жесткость. Антагонисты кальция в какой-то мере. Ингибиторы сортаны через длительный период приема, если они повлияют на мединтимаргиперплазию. Вот буквально вчера мы с Алексеем Владимировичем очередной раз, или позже вчера, Алексеем Владимировичем уже запутались в событиях, присутствовали на конференции. Да, это клиника-фармакологическая конференция, посвященная очень многим направлениям. Александр Киряч Хаджидис ее проводит. И вот там прозвучало очень интересное, так скажем, мнение, что на самом деле вот эта артериальная жесткость, артериальная жесткость, это проблема номер один, проблема номер один, с которой нужно бороться. И если мы назначаем препараты, то желательно подобрать такие, которые будут перспективно на нее влиять. Например, на комплекс интимомедия. Но в то же самое время, комплекс интимомедия, как медитимальная структура, вот так, как то, что мы можем померить, не стоит в зоне скрининга. Потому что и при этом прекрасном комплексе интимомедия, Виктор Савельевич наверняка уже многократно с этим сталкивался, атеросклероз развивается. А при очень толстом ничего может не быть долгое время. Артериальная гипертензия, основной вкладчик всего вот этого перечня дальнейшего. И увеличение постнагрузки, и увеличение преднагрузки, и увеличение скорости распорядки пульсоволны, и удара периферийного, и снижение в какой-то мере диастолического давления, это и хорошо, и плохо. Диастолическое повышенное, это преднагрузка, постнагрузка, извините, пожалуйста. А диастолическое пониженное, это коронарная недостаточность. Это, в том числе, ишемическая болезнь почек. То есть, нужно крепко думать над тем, а какое оно должно быть. И я обязательно постараюсь вам показать, уважаемые коллеги, какие мы можем по этому поводу применить компоненты. Поражение почек. Да все очень просто. Как только идет повышенное давление, почечные артерии постараются спазмироваться, для того, чтобы избежать феномена гиперфильтрации, собственного повреждения. А фильтрация при этом снижается. Соответственно, объем жидкости внутри сосудистой, циркулирующей становится больше, вот вам повышенное давление. Если почка поступит по-другому, она повредится, и опять через какое-то время все равно повысит фильтрацию. Вот этот ренокардиальный, кардиоуренальный континуум, вам хорошо известный феномен, на этом не буду обращать никакого внимания. Кардиомиоциты, эндотелиальные клетки, все они напичканы, извини за выражение, самыми разными рецепторами, насосами, различного рода каналами и так далее. И одними из рецепторных компонентов являются вот эти вот, да, рецепторы, которые к претердным антролитическим факторам. И эти претердные мозговые и сердечно-натролитические факторы через систему ЦБМФ вызывают целый ряд реакций. Там, внизу, где-то, да, в кардиомиоците, в гладкомышечной клетке сосуда, за которыми могут стоять позитивные преимущественно компоненты. Но если, но если, да, мы понимаем, идет патологический процесс разрушения этих натриоуретических пептидов плохим компонентом, который называется, как вы помните, непрелизин, да, и вот этот непрелизин, так скажем, разрушит целую, целую часть защитных натриоуретических компонентов, конечно, вот это все станет не вазодилатация, вазоконстрикции, не антипролиферация, а пролиферация и так далее. То есть формально вот эта система тоже сегодня работает. Каковы же клинические рекомендации? Вот достаточно там новизны глубокой патогенетической. Клички рекомендации сегодня есть в российском кардиологическом обществе, и в европейском, да и в американском. Я их перемиксовал так, чтобы было интересно, ясно, что документ можно прочитать, и вы все там увидите. Первое. Артериальная гипертензия первой степени. Коллеги, я вот буквально недавно открывал Георгий Федорович Ланга для того, чтобы убедиться в том, что в его определении первой степени, первой стадии гипертонической болезни написано немножко не то, что мы с вами сегодня читаем. Там написано отсутствие поражения органов, мишеней и отсутствие необходимости приема гипотензивных препаратов для удержания нормального артериального давления. И тут же хочется сказать, что во второй стадии должно быть поражение органов, мишеней и наличие препаратов. Но наличие препаратов куда-то делается. В этой связи подумайте, пожалуйста, о том, в какие моменты при артериальной гипертензии первой степени, дробь гипертонической болезни с первой стадии стоит применять препараты, особенно если поражены органы мишени. То есть ретинопатия уже есть даже при небольшом артериальном давлении, гипертрофия, даже еще не сформировавшейся стойкой артериальной гипертензии, медитимальная гипертлазия. Всякий раз поражение органов мишени есть, значит нам надо начать лечение. Независимо от того, какую стадию или степень артериальной гипертензии мы видим. Второе немаловажное обстоятельство. При любом уровне сердечно-сосудистого риска, если есть вторая стадия гипертонии, понятно, вторая степень артериальной гипертензии, понятно, уже требуется не просто лечение, а комбинированное лечение. И заметьте, пожалуйста, вот этот скачок между первой степенью, где вроде бы можно было бы ничего не делать, и второй степенью, где сразу же нужно назначать комбинированную терапию. В этой связи вполне возможно при первой степени артериальной гипертензии на какие-то короткие или длительные промежутки времени, которые обоснованы стойкостью повышенного артериального давления. И возможно наметками на повреждение руганомишений стоило бы назначить при первой степени артериальной гипертензии какую-то гипотензионную терапию. К этому нужно отнести с большим вниманием. Дальше, уважаемые коллеги, целевой уровень систолического артериального давления на приеме 140-90 при аутометрии 135-85 и ниже. Вот это тоже большая задача. Вот эти 5 мм дорогого стоят. На приеме ниже чем 140-90 при аутометрии при самоконтроле домашним пациентом который сегодня является одним из тоже допустимых факторов диагностики и верификации артериальной гипертензии 135-85 и ниже. Вот это очень важное обстоятельство. Для диастолического артериального давления по-разному но мы с вами имеем разные шаги и вот рекомендации сегодня говорят давайте первый шаг 130-140 на приеме систола второй шаг если хорошо переносит 120-130 потому что за 120-130 меньше событий стоит чем за 130-140 наверное это правильно но я покажу еще более низкие уровни для определенных кокортов вы сами решите как выбрать потому что рекомендации рекомендуют а вы заботитесь о пациентах у которых может быть риск реализовался да уже давным-давно в виде инсультов инфарктов и тогда стоит на другие цифры артериального давления обращать внимание где осталось 70-80 но если пациент сам меряет может быть даже 65-85 я бы вот так сказал уважаемые коллеги медикаментозная терапия она вот из этой вот на самом деле четверки состоит в основном пятерки 8 групп препаратов но основные вот они ингибиторы сортаны бета-блокаторы антагонисты кальция диуретики все раз прекрасно вам известно я несколько нюансов только подчеркну это вот как сегодня видят российские рекомендации и монотерапию и комбинации вот российские комбинации не отстают от европейских первый шаг ингибитор АПФ или сортан плюс антагонист кальция или диуретик любая известная вам комбинация фиксированная лучше чем свободная комбинация потому что комплиенс лучше да и как бы там как-то хорошо так замешано что наверное эта комбинация лучше работает дальше уважаемые коллеги если мы говорим о том что комбинированная терапия нужна или не нужна то конечно же эта комбинация она позволяет подавлять контррегуляторные механизмы и это первое второе она нацелена на сразу 2-3 звена патогенеза 2-3 звена патогенеза и в этой связи на практике могут быть использованы и другие комбинации например тот же самый арни с чем-нибудь еще с мочегонным если это нужно и например тот же самый арни это непрелизин который прошу прощения сакубитрил который подавляет непрелизин и вольсартан тот же самый вариант дальше не очень хорошо комбинировать два блокатора раз очень редко когда мы себе позволяем такую комбинацию нам тоже встречается речащим образом в клинической практике очень плохо комбинировать сортан или ингибитор с прямым ингибитором ренина особенно у диабетика вы следите алтитюд начало 2000-х годов почему-то диабетики испытывали негативные эффекты вот на этой комбинации не очень хорошо комбинировать арни с сортанами потому что в арни входят сортаны ангитезин рецептор непрелизин ингибитор это вольсартан с сакубитрилом и на самом деле там уже вольсартан не нужен но это все абсолютно вам доступно уважаемые коллеги исключение из применяемых классов любой антигипертензивный препарат GNC 7 начало 2000-х годов написал четко лечите условно чем хотите лишь бы достичь нормального артериального давления конечно предпочтения должны быть определенные по доверию к той или иной группе препаратов по тому что и как работает я часто привожу пример из клинической практики вот у меня был пациент на 5 компонентной терапии и он не шел и как-то все было не очень хорошо сходил к другому доктору я никогда не обижаюсь когда иду к другому доктору потому что замыливается глаз другой доктор назначил ему другой препарат комбинированную двойку и на этом препарате у пациента нормализовалось артериальное давление еще один недавний случай пациент находится на тройной терапии включающей антагонист кальция мочегонный препарат и ингибитор АПФ ничего не получается начинает принимать ТНО-рик бета-блокатор с мочегонным препаратом и давление резко опускается начинает контролироваться так как будто бы ТНО-рик в сниженной дозировке коллеги это архаичный век это и цена вопроса тройной терапии даже четверной терапии иногда вот уважаемые коллеги всегда думайте о конверсиях о феноменах привыканиях и о том что простые комбинации или новые или старые могут играть ключевое значение в коррекции ингибитор АПФ не буду много говорить об этом нет победы ни одного ни другого кто-то говорит я в инсульте круче а кто-то в хронической сердечной дозначности а исследование Европы перендоприл ввело в совершенно определенный так скажем сон препаратов которыми лечат ишемическую болезнь сердца буквально несколько структурных слайдов относительно основных сочетаний гипертония плюс что-нибудь если не осложнена гипертония первый шаг я уже осветил на втором шаге тройная комбинация на третьем шаге всегда дайте альдостерону и блокатор чаще всего это вершперон если что-то хотите новое попробовать арни это тоже комбинация которая вот здесь заиграет очень даже хорошо только единственное что тетрование нужно со 100 мг начинать потому что для высокого давления 100 мг и так далее если мы говорим про резистентную гипертонию то желательно феномен резистентности определить не просто как ненормализацию артериального давления на трех препаратах после 4 недель терапии с обязательным включением очагонных но еще и чтобы здесь был четвертый препарат блокатор альдостерона тогда это настоящая резистентная гипертония а вот если давление не удерживается на 4 и более таблетках тогда это вообще рефракторная гипертония и опять здесь нужны комбинации пожалуйста арнии или какой другой компонент это как вы захотите есть и комбинация с шимичкой боли сердца заметили что на предыдущих двух слайдах не было бета-блокаторов первой линии терапии и шимичка боли сердца несмотря на то что бета-блокаторы отнесены к симптомам ориентированным препаратам и на прогноз не влияют так значительно как хотелось бы тем не менее бета-блокаторы вот здесь появляются во главе угла почему ну потому что это патогенетически хорошая группа и она будет брать и систолию давать а значит понижать потребность миокарда в кислороде она будет каким-то образом компенсировать угрожающие нарушения сердечного ритма и так далее и так подобное то есть бета-блокаторы отличная группа препаратов и везде вы увидите третий шаг это спиронолактон очень интересно или иприленон потому что и то и другое в гайдлайне прописано по гипертонической болезни дальше ХСН с низкой фракцией образа я здесь низкую а сохранную я в другом докладе вам доложу опять бета-блокаторы но они уже здесь будут не в гипотензивной дозе а в титровочной дозе вот у меня сейчас лежит больная которая 94 года перенесла инфарм миокарда я с Алексеем Владимировичем буквально вчера советовался по этому поводу и вот мы титруем бета-блокаторы гелок по 6,25 я ей добавляю для того чтобы удерживать ее ритм около 60 потому что индекс нарушения локальной сократимости выпал за 2 и она всякий раз впадает в сердечную астму если что-то мы недодозировали или передозировали дальше коллеги фибуляция предсердий здесь бета-блокатор как некий антиаритмический препарат удерживающий либо ритм либо частоту средств сокращений у больного с гипертонической болезнью кстати говоря возвращаясь вот в эту зону с ишемической болезнью сердца уважаемые коллеги очень редкое сочетание АГ и БС да прошу прощения не редкое сочетание АГ плюс ИБС но в гайдлайне по ИБС разрешено но лучше этого часто не делать и наверное Алексей Владимирович точно про это скажет не надо так часто делать но разрешено филокиламиновый агонистый кальций и бета-адреноблокаторы дальше уважаемые коллеги буквально пару слов про то какова клиническая потребность в оптимальных вариантах посмотрите достижение целевых уровней не так хорошо а их нужно достигать в Российской Федерации второе немаловажное обстоятельство это то что цена достижения это минус от 5 до 28 процентов самых разных событий сердечные достаточные инсульты, инфаркты и так далее то подобное то есть важно это делать важно это делать события будут меньше причем эти события и в инфаркте посмотрите пожалуйста интенсивная терапия даст минус 35 процентов стандартная терапия 22 процента минус УГС без инфаркта миокарда минус 73 процента и здесь минус 73 то есть формально интенсивная терапия вот этот столбец может дать чуть больше пользы чем не интенсивная терапия интенсивная терапия и нормализация артериального давления это улучшение когнитивного дефицита в то время как ненормализация артериального давления это когнитивный дефицит То есть, кто стремится к тому, чтобы в том числе и мышление сохранить, вот за этим нужно бороться. Александр Георгиевич Филиппов подарил мне этот слайд буквально вчера. Он показал, что не просто артериальное давление, а добавленный возраст, добавленный возраст или отнятый от количества прогнозируемых лет жизни. То есть, артериальная гипертензия – это плюс не календарный, а биологический возраст. И еще немаловажное обстоятельство. Вот этот слайд, я тоже у него попросил, он мне любезно его предоставил. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, с какого момента начинается риск сердечно-сосложений? 115 мм. Вот 115 вполне возможно зафигурирует в ближайшее время для большинства патологий, потому что, обратите внимание, где начинается стабильность инокардия? Обратите внимание, пожалуйста, 90-114, ну вроде бы еще ничего. 115-129, вроде бы ничего. Здесь уже очень красная зона. Но в целом риск событийности, он где-то на 115 мм систолического артериального давления присутствует. Поэтому исследование Sprint показало, что нужно как-то удерживать давление максимально низко. На 25% снижается событийность. Но исследование Teter Trial показало, что главное, может быть, не 115, а главное 90% времени удержания. Хотя Teter Trial 75% удерживало. И это дало 74% снижение рисков. То есть важно, а, добиться снижения артериального давления, и, б, попытаться его удержать. Крайний слайд, уважаемые коллеги. Сложной стратегии? Да, в принципе, нет. Вот все, корневая схема, пожалуйста, все те же препараты. Соблюдение режима. Важно. Соскальзывают пациенты. Надо всегда спрашивать, принимаешь, не принимаешь, та доза или не та доза. Нефигитивная терапия. Наша с вами вина, потому что где-то мы какой-то путь патогенеза не участвуем. Клиническая инерция. Не досмотрели, не доучили, не доназначили. Недостаточное применение комбинированной терапии. Наверное, это правдиво, потому что путей патогенеза слишком много. Глубоко уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Я старался не... У меня даже уже перестало листаться. Наверное, меня отключили. Значит, я... Спасибо большое. Я с большим удовольствием, с большим удовольствием второе слово предоставляю моему старшему коллеге Виктору Савельевичу Гуревичу, профессор, доктор медицинских наук. Всю жизнь Виктор Савельевич занимается дислепидемией и является признанным экспертом и организатором.